От того, что тема ЖКХ постоянно на слуху, она, к сожалению, не перестаёт быть злободневной и встаёт особенно остро, когда коммунальные проблемы начинают стучаться именно к вам, к квартиру. Так и героиня нашего следующего сюжета не могла и подумать, что однажды ей придётся жаловаться на кого-то журналиста. Но аварийное состояние собственных квадратных метров и полная неясность, когда же всё устранят, вынудили пенсионерку позвонить к нам в редакцию. Ксения Даниловна показывает свою беду. Вся стена в её крохотном, свежеотремонтированном туалете облезла и потемнела. Уже две недели вода, не переставая, бежит по трубе стойка и прилегающей стене. Знаете, сначала нашла чечь, там в коридор, как заходишь по стенке, потом смотрю, обои-то у меня плотные. Вот. Что такое? У меня стали обои чёрные. Когда я тронула, а там уже оказалась плесень и вода застоялась. Вот. Так оно туда натекло, наверное, под линолеум. Везде полно. И запах неприятный. Ксения Даниловна в прошлом имеет почти 30-летний опыт работы маляром и масштабы бедствия, способна оценить профессионально. Ремонтировать придётся всё. Одной стеной не обойдёшься. А ведь ещё и коридор зацепила протечка. И судя по тому, что никто не торопится чинить, то ли ещё будет. Но прежде чем звонить журналистам, женщина постаралась сама решить ситуацию. Я сразу вызвала аварийную. Приехал в сантехнику, посмотрел, пробежал все этажи. Вот. И быстренько уехал. Ничего он мне, конечно, не сказал и уехал. На второй день я вызываю сантехника. Никто не пришёл. И так я вызывала в очередь неделю. Я вызывала сантехника. Потом уже звоню секретарю и говорю, пришлите мне, пожалуйста, сантехника, инженера и даже начальника ЖЭК. Но никто не пришёл. Никто ко мне не пришёл. Потом уже я подключила соцзащиту, пенсионный фонд. Но им ответили, что у нас сейчас нету рабочих. Вот. Мы запускаем тепло. И никто не придёт к ней пока и не пустим тепло. Ну, мне же обидно тоже. Но я понимаю, им тяжело. А мне же тоже такая красота. Ни копейки не имея долга за квартиру, пенсионерка недоумевает, почему она должна входить в положение коммунальщиков, а они в её не желают. Ведь это она им платит, а не наоборот. Мы обратились в пятый ЖЭК, попросив прокомментировать ситуацию. В адресу улица Восточная, дом 31, квартира 89, происходила течь в шахте коммуникационного канала, где расположены инженерные сети трубопроводы системы ХВС, ГВС и канализации. Для выявления этой течи нам необходимо выполнить осмотр вышерасположенных квартир. Так как трубопроводы расположены скрыто, то есть требуется вскрытие канала, разборка вот этой перегородки со стороны квартир. Мы делали осмотр, созванивались с жителями. По мере допуска нас в свои квартиры мы производили осмотр. К нами был выполнен осмотр трёх этажей, квартир выше расположенных над 89-й. Видите, 97-я, 101-я. На уровне 101-й квартиры мы выявили разрушение чугунного трубопровода, стояка системы канализации. И на следующей неделе я составляю планы, и мы будем производить замену участка трубопровода. К сожалению, ситуация с ветшанием коммуникации на территории 5-го ЖЭКа действительно растёт как снежный ком, и решить её совсем непросто. Ведь прежде чем начать устранять аварийную ситуацию, необходимо обнаружить место порыва, а для этого вскрыть стены в санузлах по всему стояку. Что, согласитесь, и неприятно, и трудозатратно. Поэтому и приходится ждать жильцам очереди. А по поводу возмещения убытков вопрос уже не в ЖЭКа. В ГЖКУ необходимо писать заявление и просить комиссию оценить нанесённый ущерб. Ну а в случае Ксении Даниловны в разговоре Александр Ячменёв журналистам обозначил даже конкретную дату. Проблемой специалисты займутся уже в следующий вторник. Пока же придётся потерпеть. Лариса Мельниченко, Андрей Васильев, Информэкспресс.